Привет! Я решила еще раз подзарядить вас немного новогодним настроением. Сегодня я расскажу, как сделать заготовку для декабрьского дневника. Декабрьский дневник это такой блокнот, где мы призываем свое праздничное настроение, записываем свои события, либо планируем какие-то особенные мероприятия на декабрь месяц, готовим подарки, составляем новогоднее меню, ищем новые рецепты. В общем, все-все-все, что приходит в голову в этот прекрасный предпраздничный месяц, мы фиксируем в отдельном блокноте. Конечно же, можно взять обычный блокнот и начать творить там, но всегда интереснее сделать его самостоятельно. Это не просто какой-то элемент, призывающий ваше настроение в данный момент. Это огромная память. Я, например, впервые вела декабрьский дневник в прошлом году, и целый год я его вообще с такой душой, с таким удовольствием перелистывала, что понимаю, что еще долгие годы мне будет хотеться смотреть на эти странички, читать мои тогдашние мысли. В конце у меня там есть страничка для составления планов на следующий год, которую тоже хочется сейчас посмотреть и отметить галочками, что сбылось, а что не сбылось. Поэтому я за то, чтобы сделать декабрьский дневник своими руками, с душой, и именно таким, каким вы хотите его видеть. Для начала нам понадобится пара листов бумаги для скрабукинга. Первым мы обтянем обложку, а вторым – форзацы. Я сразу же заготовила и несколько листочков для оформления дневника внутри. Это и бумага для скрабукинга, и оверлеи. По высоте они у меня составляют 20 см, а странички внутри моего дневника будут размером 15 на 20 см. Мой дневник представляет собой блокнот на пружинке, который живет в своей картонной обложке. И внешней частью этого блокнота будет прозрачный пластик. Если пластика у вас нет, вы можете использовать любой картон или плотную бумагу, это не важно. И пластик, и внутренние листочки я нарезаю на один формат. Это у нас 15 на 20 см. Я сделала пластик немного меньше, потому что хочу, чтобы мой блокнот немножечко вылазил по своим срезам из обложки. Но это не обязательно, это мое личное желание. В итоге у меня получилась вот такая стопочка фонов для дальнейшего творчества. Внутри у нас будет не только бумага для скрабукинга, я еще взяла и довольно плотные обычные листочки, чтобы было где вести записи. Для большей радости у них можно скруглить углы или оформить края фигурным дыроколом. Я не считаю листы в таких блокнотах, я просто подбираю их до тех пор, пока толщина меня не устроит. Я еще нарезала горку мелких листочков и всяких милых штучек, которые хочу вшить в свой блокнот. Сюда могут пойти и обрезки от той самой бумаги, которая у нас была порезана до этого. Наши листочки мы сажаем на пружинку с помощью биндера, как я уже показывала в видео про тревел-бук. Сначала мы сшиваем блок, потом переднюю часть обложки и заднюю. Но в данном контексте у нас что переднее, что заднее, это кусочек пластика, они одинаковые. Последовательность соединения листочков я придумываю прямо на ходу. Просто прокалываю дырочки и одеваю их на пружинку друг за другом так, чтобы мне нравилось, как они сочетаются. Где-то удобно прокалывать сразу несколько листочков. А если листочек маленький, то удобнее проколоть его в одиночку и выбрать ему понравившуюся позицию на пружинке. Оверлей лучше тоже прокалывать по отдельности, потому что они довольно скользкие. Заключение. Обложка. И медленно, поэтапно зажимаем нашу пружину, выставив сверху на биндере ее диаметр. Внутренний блок у нас готов и уже очень радостно. А сейчас будет самое интересное. Мы сделаем ему обложку. Начнем мы с внутренней части нашей обложки. И нам понадобятся два листа картона. Эти листы картона должны соответствовать по высоте и по ширине нашему внутреннему листочку в блоке. Вернее, по высоте они должны быть даже на миллиметрик больше. Мы их обтянем скраб бумагой, которая должна быть с трех сторон больше примерно на сантиметр. А что у нас с четвертой стороны происходит, это не важно. Там у нас будет кармашек, поэтому мы можем использовать только один лист скраб бумаги. Будем экономными. Я наклеиваю заготовленные листы на картон, как раз с учетом этого расстояния с трех сторон. Выравниваю. И для того, чтобы клей распределился, палочка для беговки, его ровняю внутри. Со второй стороной все то же самое. Уголочки срезаю под 45 градусов, отступив от края пару миллиметров. И формирую линии сгиба прямо по картону. Наносим клей, что-то типа ПВА, для того, чтобы бумага у нас размокла. Этот способ оборачивания картона бумагой я уже показывала в уроке про календарь. И в нем нет абсолютно ничего сложного. Главное не оставить раздетыми уголки. Для этого мы эти пару миллиметров наши загоняем вот сюда, вот. И только после этого заклеиваем третью сторону. Со второй стороной все то же самое. Кармашки можно сделать из бумаги, ткани. А мне захотелось из красивущего шитья. Я отрезала пару кусочков так, чтобы с трех сторон, когда я буду накладывать их на свой картон, осталось где-то по сантиметрику на заклейку. И здесь можно особо не аккуратничать, потому что это будет у нас изнаночная сторона. Уколки можно тоже сложить так, как нравится. Даже можно не срезать ничего лишнего. Ну и, конечно, то же самое со второй стороной. И приступаем к внешней части нашей папки. Нам понадобятся две картонки, которые у нас с трех сторон больше миллиметра на 2-3, здесь, здесь и здесь, чем наша внутренняя часть. Ну а слева у нас срез совпадает с ней. Теперь нам нужно правильно рассчитать корешок нашей будущей папки. Мы одеваем наши внутренние части на блокнот и зажимами пристегиваем картон для внешней части обложки с учетом того самого расстояния, которое мы закладывали с трех сторон на вылет по 3 миллиметра. Сзади то же самое. В таком состоянии мы закрываем блокнот и замеряем при помощи гибкого сантиметра, сколько у нас будет по окружности пружины от одной картонки до второй. Держите сантиметр свободно. У меня получилось ровно 5. Теперь делаем сам корешок. Я беру офисную бумагу плотностью 160 грамм на метр квадратный и делаю линию сгиба по серединке. А затем в каждую из сторон, вправо и влево, отступаю по 2,5 сантиметра. В сумме у меня получится 5. Далее между ними я делаю еще по одной линии и между теми, что ближе к серединке, тоже еще по одной линии сгиба. Ну вот, что получилось. По высоте корешок должен быть равен высоте обложки. Теперь склеиваем каркасик нашей обложки-папки. Картон мы наклеиваем встык с самой крайней линией сгиба. Обложку мы обтягиваем точно по такому же принципу, как и внутреннюю часть. Срезаем уголочки. Наносим клей на наши клапаны после того, как сформировали их палочкой для беговки. И аккуратненько все это заклеиваем. Картон. Убегаем на наши клапаны. Картон. 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 Теперь нужно сформировать горешок Сгибаем сначала вот так И потом выгибаем наружу То же самое с другой стороны Вот что должно получиться Контрольная примерка Все хорошо сидит Корешок мне захотелось сделать Из драненькой мешковины Для приличия я ее Поднемножечко разгладила Наносим клей Сначала с внешней стороны На весь наш корешок И хорошенечко размазываем Здесь важно, чтобы слой клея был очень ровненьким И приклеиваем наш милый кусочек ткани Чтобы хорошо приклеилось Можно помочь ему утюгом То же самое и внутри Наносим клей И приклеиваем ткань Я для большей убедительности его еще и прошила Ну а теперь добавим нашему дневнику немного зимы При помощи акрилового грунта И практически сухой кисти Я легкими движениями наношу снежочек кое-где Ну вот и зима у нас потихоньку приходит А вместе с ней приходит самая творческая часть процесса Я заготовила какое-то количество украшений Которые хочу видеть на обложке И начинаю с небольшой такой подложки Которая будет выделять белую надпись На относительно белом фоне Надпись у меня была из фанеры Я ее покрасила белой краской И сверху покрыла пудрой для эмбосинга с глиттером Как покрыла смотрите в видео про календарь А дневничок у нас будет со звуковыми эффектами Бумажные элементы я приклеиваю с помощью глоссия акцента Ну а все остальное в таких работах на термоклей Звездочку я вырубала сама при помощи бигшота Из картонной коробки И эту штоку я лепила из полимерной глины И красила самостоятельно Потому что что-то в этом году Никак не могла найти нужные мне новогодние украшения Я обычно не делаю предварительных набросков композиции Я строю все по наитию и сразу Поэтому вы наверное видите Что последовательность действий Может быть кому-то покажется немного неправильной Что я не сразу продумываю всю подложку И потом просто подсовываю некоторые элементы под другие Но мне почему-то именно вот такой процесс украшения Доставляет огромное удовольствие В отличие от того момента Когда нужно сидеть, хвататься за голову И продумывать каждую деталь Где же она в итоге найдет свое место Только после продумывания все собирать Еще немного снежочка Когда обложка украшена Приклеиваем внутренние части нашей папки Наносим клей на них Приклеиваем так, чтобы с трех сторон Которые у нас идут на вылет Было одинаковое приблизительно расстояние После чего можно ненадолго пристегнуть Весь этот бутерброд зажимами канцелярскими С другой стороны Чтобы блокнот лучше входил в папку Можно скруглить уголки у пластика Ну или что там у вас сверху Вставляем внутренний блок в нашу папочку И можем в принципе уже придумывать Дизайн новогодних страничек У меня в этом году, как вы уже заметили Золотое помешательство И кстати да Я специально не забивала свою пружину Максимальным количеством листов Для того, чтобы я могла потом на страничке Вклеивать фотографии И все, что мне захочется Вот такое чудо у меня есть на этот декабрь Надеюсь и у вас получится тоже очень здорово Желаю вам в этом месяце побольше праздничного настроения Поменьше суеты Которая всегда немного выбивает из колеи И пусть все ваши новогодние желания и мечты Смываются Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...